Кому действительно нужна благотворительная помощь в период пандемии? Этот вопрос сейчас очень актуален. Жалобы, что есть нечего, поступают от тех, кто сам мог бы накормить бедного. Поэтому волонтеры разработали специальную анкету из 40 вопросов. Это помогает выявить настоящих нуждающихся. Тему продолжит Руслан Каркмазов. В годы войны и сталинских репрессий действительно был голод. Но народ не ходил побираться. Даже смертельный голод не заставлял терять гордость. Доченька, купишь мне новый? Совсем новый. Долг не даю. Я не в долг. Серебряный? Да. Больше одной банки не дам. Спастись от голода на один день? Или навсегда потерять себя? Возьмите. С ума сошла? Дочка, стой. Возьми. Ничего не надо. Сейчас нет войны, нет блокады. Но в социальных сетях бесконечны жалобы на голод. В благотворительных организациях работают по двум фронтам. Первый фронт – это малоимущим разводят продуктовые наборы. Второй фронт – и он все ширится. Волонтеры выявляют мошенников, которые говорят, что им есть нечего. В фонд «Территория милосердия» волонтеры приезжают по адресу, видят некоторых желающих получить продуктовые наборы, разворачиваются и уезжают по другим адресам. Сейчас в Карачаево-Черкесии участились случаи, когда за благотворительность обращаются благополучные наши земляки. Когда наши волонтеры едут с продуктами, встречают в роскошных домах с водителями, со своими, с несколькими машинами в золотых цепях, тоже встречают, бывали у нас такие случаи. Волонтеры говорят, что многих поразил не физический голод, а духовный. Поэтому благотворительные фонды они воспринимают как возможность что-то урвать. И это похоже на мародерство. «Мы постоянно разъясняем, что это не какая-то халява, грубо говоря, да, что это люди, которые пожертвовали милостями для тех, кто действительно в этом нуждается». Для того, чтобы выявить настоящих нуждающихся, волонтеры разработали анкету из 40 вопросов. Условия жизни, социальные пособия и расходы. Все надо учесть, чтобы помощь была адресной. А по некоторым адресам выясняется, что просители помощи тратят деньги на все, что угодно, но на еду ничего не остается. Есть действительно малообеспеченные семьи, но если им выделять какую-то помощь материальную, в материальном плане, особенно деньгами... Они купят айфон? Они купят айфон, они купят большой телевизор, который даже себе не могут позволить средние бизнесмены. Они не покупают себе это, считая, что это лишняя трата денег. То есть бюджет они не могут составлять никак семейный. Поэтому мы вообще отказались от какой-либо материальной помощи в виде денег. В фонде территории милосердия отмечают, что действительно нуждающиеся очень стеснительные. Поэтому они даже ни у кого ничего не просят. Но так нельзя. Качество нашего общества заключается в том, чтобы рядом не было голодных людей. Поэтому если вы в чем-то нуждаетесь или знаете таких земляков, то позвоните по телефону горячей линии 928-658-5818 и вам помогут. Руслан Куркмазов, Магомед Кумыков, Рашид Токов. Вести Крачева, Черкесия. Руслан Куркмазов, Магомед Куркмазов, Магомед Куркмазов.